Всем привет, с вами Андрей Вар. Ну что, на моем канале давно не выходило роликов по другим отличным игрушек от игр Supercell. И сегодня в этом видосе мы будем играть в Survival City. Игрушка по зомби и не только. Игрушка по поводу того, как я строю свою базу, развиваюсь и между делом отбиваюсь от зомби. Игрушка, не знаю, просто тупо не понимаю, чем она меня вообще захватила. И нет, разработчики мне не платили, я просто в плеймаркете что-то листал, листал, листал. Блин, что-то, оп, прикольная игруха, прикольная графика. И такой, типа, блин, надо поиграть, надо поиграть в что-то отличное от Boom Beach. И сегодня в этом видосе мы будем играть. Я уже не первый левел, я уже немножко развился, то есть не начинаю вот этот первый взгляд на игрушку Survival City. Или там, как я начинаю играть в игрушку Survival City. Нет, сегодня в этом видосе такого не будет. Я уже немножко здесь развился, немножко разобрался, поэтому никаких таких, что... Ой, а что это за кнопочка? О, а это кнопочка! Ой, а что это за передвижение? О, это передвижение! Нет, сегодня ничего такого не будет, только по существу. У меня на данный момент 29-й день, и на этот 29-й день я буду отбиваться от нападений зомби. Зомби нападают каждые 4 часа, то есть каждые 4 часа реального времени нападают зомби. Но можно это все ускорять. Можно прям просто тупо за день 30 дней сделать, если вы будете постоянно смотреть видосы. Вы будете постоянно смотреть видосы, за счет этого будет сокращаться 2 часа, то есть скостится срока 2 часа. И, соответственно, 2 видоса посмотрели по поводу рекламы. Видосы, именно рекламы каких-то игр, приложений, пирамид, еще чего-то. Просто смотрите 2 видоса, минус 4 часа, и, соответственно, день у вас прошел. Днем вы играете, днем вы развиваете, днем вы ходите на какие-то квесты, а ночью вы отбиваетесь от зомби. И сегодня у меня 30-я ночь, кровавая 30-я ночь, и в эту 30-ю кровавую ночь я буду отбиваться от волны зомби. Ну, то есть это реально, понимаете, знаковая дата. Именно поэтому я и снимаю видос. Я немножечко сюда-туда, тут уже немножко понимаю, что к чему, то есть знаю, куда развиваться. Плюс здесь есть очень охеретительная кнопка автоигра. Но, сразу говорю, не балуйтесь ей, если вы только начали играть, и у вас еще нету прокачанных юнитов, реально вам она не поможет. Я понимаю, и на высоких левелах автоигра, ну, реально очень сильно не помогает. Да, возможно, где-то, если вы едете в транспорте, немножко автоигра, немножко вы, немножко автоигра, немножко вы, да, нормально. Но, в целом, автоигра реальный живой интеллект вообще не заменит. Ну, мне почему-то показалось, что она тупенькая, вот автоигра это кнопка. Но, в целом, в целом, да, в целом она может кое-как вам помочь. Окей, смотрите, я здесь начинаю отбиваться от зомби. Они будут идти на мою базу с четырех сторон. Как видите, у меня забор только с одной стороны, потому что мне просто тупо не хватает забора. Но и топовые игроки, топовые базы, конечно, максимально просто тупо забором не обносятся, потому что это было бы тупо. Но дальше, в следующих видосах продолжений будут еще показаны, ну, вам реально покажу, про игрушку расскажу. Но в данном видосе мы просто подбиваемся от зомби. Я вам покажу, как происходит ночь. У меня она культовая, 30-ая, первый раз я до 30-ой ночи дожил. Потому что, как только вы умираете, вы немножечко откатываетесь назад. Так, здесь уже идет, видите, вот сверху волны. То есть, в эти волны нападают какое-то количество, энное количество зомби. Зомби бывают разные, просто охренительное количество различных зомби. То же самое и наших юнитов, бывает разное количество. Да, они повторяются, некоторые юниты одного типа, то есть снайпер, например. И самое главное, что эти юниты делятся на обычные, редкие, уникальные и легендарные. У меня легендарок нету пока, есть только один уникальный на данный момент снайпер. Но, если честно, уникальность я в нем пока еще не заметил. Вот ту изюминку пока я еще не заметил, потому что он какой-то, ну, средненький, если честно. Ну, мне лично кажется, он какой-то средненький. Как видите, ну, получается, иногда пробираются где-то, иногда где-то что-то выламывают, ломают, пытаются пробраться. Но в целом, в целом, у меня получается достаточно неплохо отбиваться. Плюс, когда мы набираем убийствами какое-то количество зомби, у наших юнитов появляются какие-то определенные способности. То есть, определенный скилл, который они могут юзать и, соответственно, чуть больше убивать зомби. Чуть быстрее убивать зомби, приманивать зомби и, например, лечить здание. И, соответственно, с правой стороны у нас расположена бомба, ну, то есть, граната, сигнальная ракета и починка зданий. Эти, вот эти, вот эти с правой стороны, они меняются, там, сколько, 5 или 6 видов. У меня на данный момент доступно 3, ну, то есть, они доступны всего 3 штуки. То есть, для использования одномомента на карте. Одномомент для того, чтобы отбиваться от зомби-коп. Ну, вот, собственно, да, и вот так я отбился. Не сильно сложно, если честно, когда я думал, что будет 30-я волна, я думал, там будет хардкорище. Но, или у меня юниты просто охеретительно прокачаны, или я просто настолько мастер просто их садить куда нужно. Но отбился я очень и очень неплохо. За это получаем мы сумки, сумки с едой, сумки с детальками, сумки с ремонтом, сумки с деньгами, сумки с брюликами. Короче, получаем дополнительные сумки. Плюс здесь у нас есть, вероятно, смерть от голода. Это если у вас не хватает еды для того, чтобы прокормить ваше стадо, вот стадо ваших выживших. У меня... Фу, все выжили, отлично. Да, если вам не хватает морковок для того, чтобы кормить ваших юнитов, для того, чтобы начинать день. Ну, блин, я в этом видосе не буду разглагольствовать каждая кнопка, что обозначает, если вы скачаете игру. Я, поверьте, вот тупо поверьте мне, 31-му летнему мужику, что вам понадобится минут 15 для того, чтобы понять эту игру. Очень простая. Вот просто тупо очень простая. Может, поэтому я и начал в нее играть, что она очень простая в управлении для таких тупых, как я? Не-не-не-не-не-не-не, точно, точно нет. Точно нет, все нормально. Со мной все точно нормально. Игрушка действительно хорошая. Никаких ссылок на нее не оставляю для того, чтобы не думали, что, о, блин, мне разработчики что-то заплатили, чтобы я в нее поиграл. Нет, сами находите Play Market и никаких от меня ссылок не будет, чтобы переходы по моей ссылке мне приносят деньги, а вы получаете какие-то дополнительные бонусы. Нет, разработчики 20-тысячному каналу, конечно же, никаких привилегий дополнительных вообще не дают. И я для них, для разработчиков вообще никто. Вот, собственно, такая игрушка, 30 ночей, 30 дней я уже прожил. Ну, на данный момент, вот когда я сейчас озвучиваю это видео, у меня уже 35 пройденных дней. При том, что я два раза умирал, скажу вам честно. То есть, я откатывался до 30 дня. То есть, здесь, как видите, такие рубежи. И на этих рубежах есть отметки, есть сохраненные зоны, до которых вы ниже них, вы не сможете опуститься выше них, без проблем. Ниже них вы опуститься не сможете. Вот, собственно, такая игрушка, вот, собственно, такой видос. Если вам он понравился, если вы скачали эту игрушку, она вам понравилась, и вы хотите от меня видеть обзоры на нее, то ставьте лайки, пишите комменты. Ну, то есть, по вашим лайкам я пойму, мне снимать ее, не снимать, снимать, не снимать. Ну, еще пара видосов точно будет для того, чтобы вообще хотя бы поднабрать людей, чтобы люди за это время хотя бы поуспели поскачивать. И хотя бы успели у них вопросы какие-то появиться для того, чтобы задавали они их в комменты. Вот, собственно, такой видос. Ничего страшного в 30-е ночи нету, хоть она и кроваво называется, хоть она какую-то значимость и реально имеет, но зомби как-то так себе, потому что 35-е, вы видите, 35-е, 36-е, 37-е ночи, они гораздо сложнее. И в дальнейшем, я думаю, ночи будут становиться все сложнее и сложнее. Но у меня, собственно, все. С вами был Андрей Вар, как всегда ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.